Что читать народу? Да разве об этом нужно спрашивать? Не разрешается ли этот вопрос очень просто сам собой? Во всем том, что считает для себя полезным и разумным интеллигенция, она, вероятно, не откажет и народу, то есть необразованной или малообразованной массе. Цель народного чтения, во всяком случае, поднять образование этой массы, воспитать ее в духе тех начал, какие везде признаны образованным обществом. А как народ переработает эти начала сообразно своему характеру, какие сделает из них применение для своей жизни, это уже его дело. Создавать чужую жизнь нельзя, можно только облегчать правильное ее развитие и созидание. Весь вопрос, значит, сводится к тому, какие произведения литературы доступны народу на той или другой степени его развития, и как в этом отношении упростить самую науку. Так все это кажется, на первый взгляд, ясно и просто, но, к сожалению, далеко не так все это оказывается на деле. И по мере большого применения к практике, вопрос о том, что читать народу, у нас все более запутывается и становится головоломным. Чтобы несколько уяснить себе это дело, остановимся сначала на известной книге «Что читать народу», составленной учительницами Харьковской женской школы. Мы не будем подробно разбирать ее, так как о ней уже было довольно отзывов. Мы извлечем из нее только некоторый материал для занимающего нас вопроса. Как известно, учительницы Харьковской школы обратились прямо к народу для решения этого вопроса, приглашая настоящих и бывших учеников и учениц народной школы давать отзывы о прочтенных ими книгах. Впрочем, опыт был довольно ограниченный, отзывы давались преимущественно ученицами женской и воскресной школы, которую учительницы руководили, и лишь в дополнение к ним на некоторые книги получены были письменные ответы из трех окрестных сельских школ. Таким образом, мы должны удовольствоваться почти только тем, что думает о книгах «Харьковская учащаяся молодежь из народа», и в большинстве случаев лишь женская половина этой молодежи. Тем не менее, учительницами положено было много усердия и труда в тесном кругу их наблюдений, и также, по крайней мере им казалось, высказано много беспристрастия. Мы не будем здесь касаться научного отдела книги, где на вид более выступают знания и педагогическая опытность самих преподавательниц, и где дело идет преимущественно о том, чтобы решить, насколько доступны народу те или другие книги по их изложению. Мы несколько остановимся лишь на отделе литературном, где яснее видны взгляды и направление слушательниц, и самый способ ведения дела, принятый учительницами. Здесь главная заслуга учительниц состоит в следующем. По народным отзывам, они доказали, что народу вполне доступны многие произведения наших классических писателей. Как то записки охотника и некоторые повести «Муму, постоялый двор Тургенева», малороссийские повести Гоголя, Ундина Жуковского, «Мороз красный нос» и некоторые другие стихотворения Некрасова, многие комедии Островского, «Ни в свои сани не садись», «Свои люди сочтемся», «Воспитанница» и прочее. Правда, указано очень немного. Из других отзывов мы знаем, что круг классических произведений, которые могут завлечь грамотных людей из народа, несравненно шире. И уже в настоящее время здесь замечается очень много ступеней развития. Но на отзывы харьковских учительниц мы обращаем особенное внимание, потому что они проверены на практике. Однако настоящая наша задача не в этом указании. Преклоняясь перед авторитетом имени, учительницы и не пытались объяснить, в какой степени может быть содержательно для народа то или другое произведение писателя, признанного почему-то классическим. К таким писателям отнесен, между прочим, Игорь Горович. Они руководящими вопросами старались только выяснить содержание этих произведений. Что касается остальных книг для народа, то тут они уже не стеснялись выказывать свой педагогический авторитет. Но свои суждения они все-таки основывали на приговорах слушательниц. Эти приговоры иногда бывали довольно странными. Учительница давала книгу для прочтения, по ее словам, «самая развитая и серьезная и слушательница старшего возраста». И из ее же сообщений оказывалось, что эта слушательница не понимала самых простых вещей и задавала совсем детские вопросы. Как бы то ни было, выражалось сочувствие или не сочувствие книги, и затем следовал приговор. Но, надо сказать правду, что встречаются и очень меткие замечания слушательниц. И особенно, что касается изложения содержания. Рассказы учащихся по простоте и выразительности очень часто далеко превосходят рассказ рекомендуемой книжки. Любопытно, однако, знать, что же из всего этого происходило. Мы узнаем, что ученицы рыдали на взрыд, слушая чувствительные рассказы Григоровича, и приходилось прекращать чтение. Бедная Лиза Карамзина также была прочитана и заслужила одобрения, потому что некоторые ученицы при чтении ее проливали слезы. Какая-то графиня Рукополева издала в Санкт-Петербурге для народа книжку, правда, дешевую, за две копейки, но поучение в ней на многие рубли. Тут, между прочим, и воробушек, несмотря на свою бедность и невзрачность, помогает несчастным птицам. Целый день порхал он всюду, всюду зернышки сбирал, относил больным соседям, бедных песней утешал. Когда этот воробушек умер, то все птицы о нем плакали. Плакали и дети, читая о его похоронах. Книжка, конечно, горячо рекомендуется. Кроме слез, также и детский смех имел значение при выборе книг. Оказывается, что детям из народа более всего нравятся не сказки Пушкина или что-нибудь подобное, а Степка Растрепка, Вольфа. Это любимая книжка детей, стоящая, к сожалению, рубль 25 за 16 страниц. Следовательно, она не посредством для народной школы. Но учительница красноречиво отстаивает свободу детских симпатий и с умилением приводит стихи из книги. Ай да дива, что за грива? Ай да ногти, точно когти. Отчего же он так оброс? Он чесать себе волос и ногтей стричь целый год не давал и стал урод. После этого уже великанами являются такие писатели, как Чистяков, Погосский, даже Майревский. Несмотря на их сентиментальность, вычурность и фальшь, которую местами признает и учительница, все они, безусловно, одобряются, потому что нравились учащимся. В конце литературного отдела помещены таблицы, указывающие, какие книги пригодны для какого возраста и для какой степени развития. Всех таких степеней означено шесть, и некоторые книги удостоились такого внимания, что названы пригодными для всех возрастов и ступеней развития. Какие же это книги? Вместе с рассказами для народа Льва Толстого, сказками Пушкина и Жуковского, которые могли быть полезными, если не всегда по содержанию, то по слогу, хотя сказки Жуковского, конечно, наиболее слабые из всех его произведений. Тут являются «Конек-горбунок» Ершова, «Иванушка-дурачок» Круглова, «Митина-Нива» Вучечича, «Веселый дед Коровина», «Один сборник повести» и прочее. Сказка «Конек-горбунок» очень умная по содержанию, местами чрезвычайно бойкая по слогу, в то же время отличается грубую неправильностью и небрежностью речи и отчасти старинным ироническим отношением к народу, допустив ее для чтения, все-таки ни в каком случае нельзя считать образцовую. Сказка же Круглова не более как скучное упражнение в стихотворстве, при неудачном желании подделаться под народный слог. «Митина-Нива» недурно написанный, но довольно сентиментальный рассказ о том, как, играя цветами, умер ребенок, забытый на Ниве. Веселый дед Коровина также не отличается изобретательностью. Это дед, который пляшет, чтобы развлечь умирающего от голода ребенка, пока чудесно найденный рубль не спасает всю семью. В сборнике, о котором мы упомянули, три отрывка «Старый дворецкий», «Няня» и «Ее родивый Гриша». Первый рассказ состоит в том, что старик дворецкий, придя в деревню, вызывается услужить роженице, отправляется за старушкой, бабушка и везет ее на салазках и в темную ночь нечаянно спускает ее в прорубь, после чего идет каяться в монастырь. Во втором рассказе «Няня ждет, не дождется своего внука». Он, наконец, является к ней в виде юродивого. Но радость няни продолжалась недолго. Внук ушел от нее в монастырь. Третий рассказ из книги «Толстого детства и отрочества» также служит к прославлению юродивого с его пламенным благочестием. Мы видим, что этот выбор уже никак нельзя объяснить только сочувствием слушательниц. Тут известную роль играли и симпатии самих преподавательниц. Из отзывов, помещенных в книге «Что читать народу» нам пришлось бы сделать такой вывод. Народ способен понимать и лучшие классические произведения, но более всему ему нравятся книги, где есть что-нибудь изысканно-сентиментальное и грубоэффектное, резонерски-получительное и мистическое, сказочно-невозможное и вообще фантастическое. Но особенно все мистическое считается наиболее пригодным для народа. В настоящее время начался новый ряд народных изданий под фирмой «Посредник». Тут заметно сказывается участие Льва Толстого. Книжки очень недурно изданы и продаются по полтора и по пять копеек. Цель их – провести в жизни истинный начало христианства, полную самоотвержение о любовь к ближнему, неизловливость и прощение обид. Цель добрая, но преобладающая форма рассказов нам кажется далеко нецельсообразной. Здесь мы находим три рассказа Льва Толстого. Из них лишь один, кавказский пленник, представляет более бытовую картину. Другие два, чем люди живы и Бог правду видит да не скоро скажет, выражают идеи о милосердии и о забвении обид. Выдается еще рассказ Савихина «Суд людской не божий» или «Дед Сафрон». Кроме этого, изданы рассказы с тем же направлением «Где любовь там и Бог» и «Христос в гостях у мужика Лескова» «Милосердие и прощение обид». Рассказ Толстого «Чем люди живы» считается чуть ли не идеалом рассказов для народа. В книге, составленной учительницами Харьковской школы, ему посвящены целых 13 страниц мелкой печати в два столбца, наполненных отзывами о нем учеников и учениц. Тогда как для других самых сложных произведений назначено много две-три страницы. И во всех отзывах все повторяются вопросы «Какое первое, какое второе, какое третье слово узнал ангел?» Так что в этих тонкостях наконец затемняется и идея рассказа. Остановимся на нем несколько подоле, так как он очень характеристичен. С обычным своим талантом Толстой рисует положение бедного деревенского сапожника, ходящего собирать свой грошовый заработок, его жены, которая распекает мужа за плохо устроенное хозяйство, сытого толстого барина, пришедшего заказывать сапоги и прочее. Все это очерчено легкими, но очень типичными чертами. Тем не менее, вся эта жизненная картина утопает в туманной и мудреной аллегории. Дело в том, что один ангел прогневил Бога, не вынув души женщины, так как пожалел в ней мать двух малюток. Женщина все-таки умерла, но сирот, как родных, приютила и пригрела соседка, а ангел в наказание был голым брошен на землю. Однако его нашел сапожник, одел, приютил и оставил у себя работником. Так ангел узнал первое, что в людях есть любовь. Когда же дюжий барин заказывал сапоги, то он увидел позади его ангела смерти. Барин действительно в тот же день умер, и ангел узнал второе, что люди не знают, что им нужно для себя, для своего тела. А третье ангел узнал, когда к сапожнику пришла женщина, взявшая на воспитание сироток со взрослыми уже девочками. Он узнал, что люди живы не тем, что сами себя обдумают, а тем, что есть любовь в людях. Бог не хотел, чтобы люди врозь жили и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтобы они жили заодно и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно. Тогда затряслась изба, раздвинулся потолок и встал огненный стол под земли до неба. У ангела распустились крылья, и он взлетел на небо. К чему вся эта история с ангелом? Ведь могло бы и не случиться, что женщина приютила сиротока. Если это случилось, то не ясно ли и так, почему сиротки остались живы? Тут вводится неприятная и сомнительная черта, что малютки не просто спасены любовью, а что для этого еще непременно нужна была смерть матери. Некоторые из учениц Харьковской школы по случаю этого заметили, а матери все-таки никто заменить не может. Далее, будь вместо ангела какой-нибудь человек, бедняк, умиравший от голода в дороге, то и первое, что узнал ангел, означало бы, чем люди живы. История с сиротками нужна была бы разве только для пополнения темы. В сущности, первое и третье означают одно и то же, и читающие только напрасно ломают голову над этими развлечениями. Пример барина, не знающего, что нужно для тела, выбран очень неудачно, ведь он всю жизнь заказывал сапоги и знал же, что ему нужно, а вот только в последний раз не знал. Так, если бы каждый при начале дела думал, что сейчас умрет, то и совсем не стал бы ничего делать, тогда и сироток было бы спасать невозможно. К чему предполагать невероятное? Умозрениями никого не убедишь. Люди очень хорошо знают, что им нужно для себя, но это знание у них соединяется с сознанием общей пользы очень редко. С истинно-братскими отношениями к ближнему только жизнь, проникнутая таким сознанием, становится полнее, отраднее и утешительнее для себя. Нам кажется, что вот это и нужно было выяснить, а не вставлять отвлеченную идею в поучительный символ, чуждый всяких жизненных красок. После повести «Чем люди живы» самая дельная повесть Савихина «Дед Сафрон» здесь живо обрисовано, как гибнет от пьянства добропорядочный мужик после того, как пожил в Петербурге на фабрике, как кулак Герасима паивает сельский сход, чтобы отнять у деда Сафрона последнюю полоску земли. Дед после того должен служить в пастухах и, обессилев, умирает у приютившего его доброго мужика Платона. В повести очень много подробностей, прямо схваченных из жизни, очень много трогательных сцен, но конец все портит. Нужно было, чтобы особая кара постигла Герасима. Он сгорел со всем своим домом и богатством, а изба Платона при этом пожаре осталась целую. И не то, чтобы кто-нибудь поджег дом Герасима за кровную обиду, нет, сгорел он так, сам собою, в наказание за грехи. Дело не обошлось и без видений. Сафрон перед смертью слышит тайный голос, его утешающий, а Платон видит Сафрона во сне, с той же поучительной целью. Платон сажает березки на его могиле, а повесть оканчивается словами «И лежали истлевшие дедовы кости в сырой земле под тяжелой гробовой доской. И хорошо было им. Если бы кто позвал их в деревню Ольховкину, не пошли бы. Чего же лучше? Пусть Сафроны страдают, зато потом как хорошо их костям». После указанных нами фактов мы, естественно, приходим к вопросам, возможно ли по отдельным случайным заявлениям судить о требованиях и желаниях народа. Эти заявления народа так ли понимают наблюдатели и истолкователи народных стремлений, как их понимает народ? Не вносят ли они тут своих личных симпатий и при случае не заставляют ли в силу барского авторитета и народ высказываться в этом смысле? Наконец, возможно ли сплошь и сряду всем заявлениям народа придавать одинаковую цену и делать какие-либо выводы без всякой руководящей идеи, разумея под этой идеей не личные пристрастия, а общие начала образования и гуманности?